всем привет продолжаем продолжаю зачитывать свой перевод книги black book вольфенштейн 3d перед началом крайне крайне рекомендую всем вам ставить лайки делиться а еще лучше оформлять спонсорскую спонсорскую подписку на мой канал для того чтобы у меня была мотивация и возможности искать и создавать искать вот такие интересные книги и не только и создавать для вас интересный контент ну что ж продолжим глава 2 начинаем вторую главу оборудование чтобы понять как работает персональный компьютер ibm проще всего сначала разбить его на мелкие части вот смотрите 5 подсистем образуют из чего состоит до наш ibm из 5 систем то есть входы процессор оперативная память видео и аудио было много проблем с оборудованием так как производители еще не задумывались о игровой индустрии качество модулей компьютера и способ работы с ним варьировались от плохого ужасного и до совершенно невозможного ну например я сейчас дам характеристику некоторым системам компьютера того времени например оперативная память ну терпимо видео невозможно аудио очень плохо вот данных нормально центральный процесс невозможно поговорим о центральном процессоре 1991 году в сша было 56 миллионов персональных компьютеров их производительность в подавляющем большинстве определялась типом процессора поэтому персональные компьютеры назывались не по типу процессора или gpu а по типу например если компьютер имел intel 80 386 или его эквивалент то он назывался просто 386 если у него был чип 80 286 то это был просто 286 кстати термин gpu ну gpu да в то время этого термина в то время еще не было этот термин был придуман компанией nvidia в 1999 году которая продала джи форс 256 как первый в мире графический процессор преобладающим производителем процессоров был intel на то время со своей линейкой микропроцессоров x86 машины основаны на 16-битном процессоре 80 286 продавались не очень хорошо но и их приемники с 80 386 представленными в 1985 году были чрезвычайно успешны по данным data quest опубликованным в журнале pc magazine феврале 1992 года 1990 году было продано около 3 целых семьдесят четыре миллиона 386 систем в результате вольфенштейн 3d был разработан для работы на персональном компьютере с 386 процессором с пониженной производительностью вот но все еще воспроизводимой на двести восемьдесят шестом и так смотрим на картинку intel создала две версии триста восемьдесят шестого процессора 386 s x и 386 dx они были идентичны но версия dx имела почти было почти в два раза мощнее с x на графике 386 s x 33 мега герца и 386 dx 33 мега герца находится соответственно на 5 и 1 и 8 мипсов мипс вы помните да это один мипс равен одному миллиону инструкций в секунду это связано с тем что шина данных между процессорами оперативной памятью в два раза шире на dx 32 бита против 16 бит шинный блок 386 s x позволил производителям повторно использовать микросхемы материнских плат разработанные для intel 286 которые имели 16 бит битный шинный блок что еще больше снизило затраты несмотря на свою неполноценность s x хорошо продавался потому что он был дешевле и многие люди понятия не имели что такое шина они просто хотели 386 для сравнения современный процессор такой как intel core i7 33 гигагерца работает со скоростью около 180 тысяч мипсов вспомним да опять один мипс равен одному миллиону инструкций в секунду если это сказать другими словами то получается современный вот этот intel core i7 выполняет 180 миллиардов операций в секунду против 8 миллионов операций в секунду для 386 dx процессора две другие компании производили клоны intel 386 это а md и цирикс их посредственные показатели не оправдывали более низкой стоимости и в результате они так и не завоевали значительную долю рынка почти все компьютеры того времени имели процессор intel интересно что а мд эволюционировала чтобы стать серьезным соперником в будущем в то время как цирикс объединилась national с семикондуктор в 1997 году и так процессор intel 80 386 путь от чертежа до кремниевого чипа был не очень приятным для 870 386 процессора он начинался как побочный проект для небольшой команды в сан-хосе в то время как некоторые сотрудники в портленде работали над флагманским intel ай 960 процессор который использовал новый набор команд был способен запускать высокоуровневый язык и сборку мусора памяти в аппаратном обеспечении когда же портлендская команда уперлась в стену из-за проблем с производительностью 386 превратился в короля два варианта дизайна 386 способствовали его успеху во первых дизайнеры решили прислушаться к отзывам программистов и отказались от идеи использования нового набора инструкций в результате модель 386 полностью обратно совместима с моделью 286 во вторых им удалось добавить 32 битный режим работы который решил многие проблемы с адресацией памяти 386 как и 80 286 80 386 использовал 1.5 микрометровый тех тех процесс производстве увеличенная поверхность с 49 квадратных миллиметра до 104 квадратных миллиметров позволила intel упаковать 275 тысяч транзисторов вместо 134 тысяч например на современных 64 ядерных процессорах может быть от 2 до 40 миллиардов транзисторов при площадях от 100 до 1000 квадратных миллиметров и технология производства от 24 до 7 на но метров кстати 286 был довольно не популярен как среди программистов так и среди разработчиков аппаратного обеспечения белгей гейтс назвал его смерть мозга для операционных систем а стив морис с автор intel 8086 назвал его программным ядом ну и на экране вы видите изображение 386 процессора ну а сейчас вы видите макет 386 процессора page unit это блок управления памяти базу нет это контроллер шины код префеч юнит это предзагрузчик который отслеживает адреса чтений записи и породивших их команд сегментей шин юнит это блок сегментации instruction декод юнит это блок декодирования команд протек тест юнит это блок тестирования дата юнит это блок данных контрол юнит это блок управления ром это постоянная память а сейчас смотрите на другую картинку несмотря на кажущуюся сложность 80 386 можно представить как вот эти три системы и трехступенчатый конвейер команд контроллер шины баз юнит это единственное различие между sx и dx sx имеет 16 битную шину которая позволила производителям персональных компьютеров повторно использовать дизайн материнских плат 286 и значительно снизила цену dx имел полностью 32 битную шину итак смотрим на экран три блока в группе выполнения образуют трехступенчатый конвейер это предварительная выборка декодирование и выполнение блок предварительной выборки просыпается когда блок выполнения выполняет но и не использует шину и забирает инструкции в 16 байтовую очередь блок предварительной выборки является линейным и не может предсказать результат ветвления в результате инструкции перехода jump gmp запускает очистку всего конвейера команды идут вниз по конвейеру и декодируются блоком декодирования результат операции декодирования сохраняется в трехэлементном буфере фифо где он принимается блоком выполнения вот вы видите изображение 386 процессора размер которого 10 на 10 миллиметров с 275 тысячами транзисторами с программной точки зрения 386 процессор можно резюмировать то что он может дать первое а л у арифметическое логическое устройство выполняющее сложение вычитание умножения и так далее второе 16 регистров 32 битные регистры общего назначения xx TDX 32 битные индексные регистры или регистры указатели и с и и до и и бпп сп 16 битные сегментные регистры с с д с и с ф с г с с 16 битный регистр состояния тридцати двухбитный регистр указатель команд е и идем дальше 3 32 битная адресная шина способны обращаться до 4 гигабайт адресуемой оперативной памяти ну и последний это блок подкачки памяти несмотря на свою конструкцию 386 не может выполнить операцию меньше чем за два цикла даже простая инструкция add сложение или инк инкремент занимает два такта процессора это связано с отсутствием встроенного кэша с рам на чипе и медленным блоком декодирования сейчас вы видите стоимость выполнения инструкций в тактах 386 процессора если чё жмякните паузу посмотрите и продолжить поговорим о числах с плавающей запятой вся мощь процессора того времени не обязательно могла быть полезной для 3d игр чтобы выполнять тригонометрические вычисления для трехмерных эффектов движок должен отслеживать дробную часть каждой операции это не кажется проблемой так как язык си имеет специальный для этого тип флот но на практике это была проблема и чтобы понять что это за проблема нам нужно понять как работает флот как написал дэвид голберт для многих людей арифметика с плавающей запятой кажется каким-то тайным знанием с чем я полностью согласен но понимание работы флот очень важно поэтому потому что это важная часть понимание насколько это полезно при программировании 3d движка в языке си флот и является 32 битными контейнерами которые следуют стандарту ай и и и и 754 ай и и и и 754 это широко используемый стандарт описывающий формат представления чисел с плавающей точкой используется в программных и аппаратных реализациях арифметических действий назначение этого типа контейнером хранить и разрешать операции по аппроксимации действительных чисел и так смотрите на картинку эти 32 бита разделены на три секции с 1 бит для хранения знака е 8 бит для экспоненты м 23 бита для мантисы смотрим дальше это способ интерпретации чисел обычно объясняется с помощью вот такой вот формулы надеюсь она вам ясна идем дальше хотя этой правильная формула и все такое но она обескураживает легионы программиста так что они больше никогда не возвращаются назад чтобы понять как на самом деле работает плавающая точка но к счастью есть лучший способ объяснить это все итак смотрим на экран воспринимаете экспоненту как окно windows ну как окно или интервал между двумя соседними целыми степенями двойки мантису воспринимаете как смещение offset в этом окне смотрим дальше окно сообщает нам между какими двумя последовательными степенями двойки будет число например 0 и 1 то есть эта степень от двойки 2 в нулевой 2 в первой степени дальше 1 2 2 2 в первое 2 в нулевой и 2 в первой до 2 и 4 это 2 в первой 2 2 2 8 это 2 во второй и 2 3 и так далее вплоть до 2 в 127 степени и 2 в 128 степени смещение разделяет окно на 2 в 23 степени сегментов то есть это на 8 миллионов 388 тысяч 608 сегментов с помощью окна и смещения можно аппроксимировать число окно это отличный механизм защиты от выхода за границей достигнув максимума например в окне 2 и 4 можно переплыть вправо и представить число в пределах следующего окна например 4 8 ценой этого будет только небольшое снижение точности потому что окно становится в два раза больше давайте например возьмем окно а ну пример с окном 01 в котором 8 миллионов триста восемьдесят восемь шестьсот восемь смещений накладывается на интервал размером 1 что нам дает точность 2 минус 1 делим на 8 миллионов триста восемьдесят восемь 608 и получаем ноль целых там 0000 и и и так дальше в окне же 2048 и 4096 8 миллионов триста восемьдесят восемь шестьсот восемь смещений накладывается на интервал 4096 минус 2048 2048 что дает нам точность смотрим до 4096 минус 2048 и делим на вот эти восемь миллионов с хвостиком и получается у нас точность 0 целых ноль 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 две то есть ответ на надеюсь вы уловили суть и немного начали понимать теперь смотрим дальше на рисунке показано как кодируется число 6 и 1 оно должно начинаться с 4 и заканчиваться следующей степенью двойки то есть 8 то есть соответственно это окно 4 и 8 и наше смещение находится примерно посредине окна давайте возьмем еще один пример с подробным вычислением представлением в виде числа с плавающей точкой хорошо известного всем нам значения пи число пи 314 при положительно соответственно с равно 0 число пи 314 находится между степенями двойки 2 и 4 то есть окно числа с плавающей запятой должно начинаться с 2 1 степени вот ну короче надо смотрите формулу вот наконец 2 в двадцать третьей степени есть есть 2 в двадцать третьей степени смещений которыми можно выразить расположение 314 внутри интервала 2 и 4 она находится в выполняем все эти деления которые вы видите на экране и она находится в внутри интервала что дает нам смещение м равно 2 в двадцать третьей степени то есть м равно 2 в двадцать третьей степени умножить на 0 57 и равно 4 миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот семь ну и вы видите как это преобразуется в двоичном виде то есть знак у нас первый бит нолик экспонента у нас равна сто двадцать восемь мантиса там четыре миллиона и так дальше ну и соответственно опять таки вы видите на экране как аппроксимируется это число возможно с первого раза это непонятно соответственно для этого я и вывел весь этот текст на экран если непонятно можете вернуться обратно просмотреть либо же опять таки поискать примеры чисел вещественных в двоичном представлении и пользуясь вот этими объяснениями понять как же это все аппроксимируется и представляется в двоичном виде так вот вот это вот значение пи и вот это вот все что было показано описывает вот это вот непонятная формула а сейчас вы видите графическое представление с окном и смещением арифметика с плавающей запятой это мощный инструмент он может представлять очень маленькие или огромное значение отслеживая дробные части числа а также защищать от переполнения данных как бы плавая в окне когда это необходимо плавающая точка удобно но ее недостаток заключается в том что она также является вычислительно дорогой причина очень проста чтобы сложить вычесть умножить или разделить два числа они оба должны быть выражены одним и тем же окном это означает преобразование одного числа в представление используемое другим обычно с более высокой точностью чем 32 бита это не проблема для современных процессоров но это большая проблема для 386 если вы вернетесь к диаграмме архитектуры процессора то заметите что она имеет только ALU то есть арифметическое логическое устройство но у 386 нет аппаратного блока для единицы с плавающей запятой если в коде обнаруживаются операции float они эмулируются компилятором программного обеспечения что приводит к ужасно медленной обработке настолько медленной что они не могут быть использованы ни для чего в реальном времени тем более для 3d вычислений в игре интересный факт если модули операции с плавающей запятой были такими медленными почему же в языке C в результате использовали типы float и double ведь в машине на которой изобретался язык PDP-11 не было модуля операции с плавающей запятой дело в том что производитель DEC пообещал Деннису Ричи и Кену Томпсону что в следующей модели он будет они были любителями астрономии и решили добавить в язык эти два типа те кому в 1991 году действительно нужен был аппаратный модуль операции с плавающей запятой могли его купить единственными кому он мог понадобиться в то время были ученые ну по крайней мере так Intel понимал потребности рынка на рынке они позиционировались как математические сопроцессоры их производительность была средней а цена огромной 200 долларов 1993 года это 350 долларов в 2016 году в результате уровень продаж оказался посредственным возможным решением проблемы отсутствие аппаратного модуля для операций с плавающей запятой было бы умножение целого числа на 100 или 1000 для выполнения дробных операций а затем деление чтобы вернуться к целым числам к сожалению это невозможно на 386 инструкция умножения ему занимает от 12 до 25 циклов а деление див еще хуже около 27 циклов в результате разработчик игрового движка оказался в неловкой ситуации с двумя половинчатыми решениями своей проблемы целые числа которые были быстрыми но недостаточно точными и вещественные которые были точными но недостаточно быстрыми ну а на сегодня все надеюсь вам понравилось дальше будет еще интересней к флоту возвращаться уже не будем вот поэтому подписывайтесь делитесь обязательно этим видео нажимайте на колокольчик если кто-то при деньгах оформляйте подписку это все будет меня мотивировать создавать дальше подобные ролики ну а теперь точно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...